О душе? Не, я верю в дьявола. Я не понял. Мы не сами по себе что-то придумываем. Да не, я в дьявола верю. То есть вы не верите? Он говорит, что в дьявола верит. В дьявола веришь? А вы знаете его участь какая будет? Есть сейчас ролик такой, посмотрите, называется «Интерью с дьяволом. 12 минут». Он знает, что в огне будет, и я с дьяволом. Это уже даже дураком нельзя назвать. Огонь вечный. Это сам дьявол говорит. Чтобы пошли к Богу. Лежат такие туши, развалились, голые. Процентов 50 голые. Наверное, процентов 90 из всех. Мусульмане. Самое блудливое, самое трусливое. Все сюда свалилось. Говорит-то не с кем. Прячется полголовы, видать, один глаз. Или что-то. Совершенно сумасшедшее место. Ну, умрешь-то, суд Божий будет. Согласен полностью. Полностью согласен с вами. А у вас нету там целителей случайно? Так, вы голову поднимите, чтобы у вас было видно не один нос. Вот так сядьте. Так, что нужно говорить? Целителей-то нету случайно у вас? Он говорит, у вас целителя нету случайно? Целителя? Как же, есть. Самый лучший в мире целитель. Господь наш Иисус Христос. Стоит ему помолиться, и все. И Господь знает, кому какие болезни дать, чтобы исправить человека. А вы где находитесь? В комнате нахожусь. Не, я имею в виду регион какой-то. Да вам-то какая разница, совершенно к делу не относятся. Мы должны думать о том, мы двое. У вас талант, у меня талант. Так, поделиться. Я где нахожусь? Ну, я вам скажу, нахожусь в Японии. Что из этого меняется? Скажу, нахожусь в Алтайском крае, в Новосибирской области. Ну, пустой вопрос-то. Прямо как вот глупость. А приехать к вам нельзя, короче, да? Вам зачем эти вопросы-то? Я вас не спрашиваю, где вы, где вы. Я знаю, где вы. Брошенные, никому не нужные. Понял. Ну, давай, удачи тебе. Мы сейчас идем в Храм Божий. Крещение. И мы это все узнаем из этой вечной книги, Святой Библии. А крещение что означает, если можете? Скажите. Кто крестился? Иисус Христос. Правильно. А вы слышали, что с неба, как ему голос был? Сей есть ты мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. И поэтому мы его слушаем. Вам было бы очень интересно поближе с нам познакомиться. Вот мы строим православную деревню. Православная одна на всю страну. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного развода, ни одного аборта нет. Если зайдете на наш YouTube-канал, вы увидите все это. Называется «Во свете Библии», «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите. Это у нас 19 с половиной тысяч роликов наших. Вопросы, может, какие есть. Что сегодня двунадесятый праздник. Крещение Господне сегодня. Я не знаю, что праздник. Великую радость людям. Я верю, но не... Мы возвещаем самую большую радость, что Иисус Христос умер за грехи людей прибитые, а потом воскрес третий день. И дарует прощение, кто кается и обещает никогда больше не возвращаться на плохую жизнь, а чтобы он в сердце носил Господа своего. Понял. Вот если у вас есть вопросы о душе, о вечности, о будущем, вы можете задать? Видите, я как бы не особо верю. Не особо верю я в Бога. Ну, как вы верите? Вы знаете, что суд Божий будет? У кого? Суд Божий будет. Христос будет судить этот мир, когда люди воскреснут все. Это кто сказал так? Так написано у нас в Священном Писании. Евангелие от Матфея, 25 глава. Вот. Это, конечно, хорошо знать, но никто-то там не был, никто же не был. Правильно, мы не были. Но сейчас идет 2020 год. А начало его от чего идет? Отчет. Начало? Цифры это, чтобы люди не запутались. Ну, правильно. А от чего идет? От какого события какое-то было? 2020 лет назад. Ну, это никто не может сказать. Это сделали отчет для того, чтобы люди... Нет, нет, нет. Нет, так написано. Это не для того, что Иисус Христос родился. Прямо написано. От Рождества Христова. Как это отчет? Нет. Ну, неправда. Ну, вам будет стыдно, когда люди скажут, ты совсем невежда, парень. От Рождества Христова называется новая эра. Нет, я уважаю людей, которые веруют. Я уважаю, поэтому у каждого есть свой выбор, правильно? Ну, это выбор, правильно. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь. Зачем тебе погибать? А мама мне говорит, будь в первую очередь человеком. А ты не можешь быть человеком без Христа. Ты просто будешь подобный демону. Злобный, блудливый. Тело свое хранить не будешь. Нет, знаете, нет, нет. Я с вами вообще не согласен. Ну, ладно, не согласен. Я вам сказал, и теперь я уже не ответственный за вас. А знаете почему? Потому что... У патриарха яхта, да? Потому что у патриарха яхта. Нет. Нет, это не в этом дело. Нет, это не в этом дело. Просто я знаю людей, которые ходят в церковь, и они намного хуже меня, чем я вообще не хожу в церковь. Вот знаете, интересно. Сколько сейчас скажу вам? 1600 лет назад Яну Златоусту говорили это. Вот ты говоришь, а бывает неверующие лучше верующих. И он говорит о том, что есть неверующие. И верующие я знаю. И что верующие есть, ведут не так. Знаю. Но у верующих три причины быть добрым. Первое. Страх Божий. За каждый грех Бог обещает огонь вечный. Дальше. Награда. Царство небесное обещано. И третье. Вспомоществующая благодать Божия. И несмотря на это, бывает, и пьют еще. У неверующего ничего этого нету. И он был добрый. Этого я сказать не могу. А ради чего ему быть добрым? Никакой причины нету. Бери, хватай, изменяй жене, жена, мужу. Аборты. За время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Страна погибла в животе и в вагине женской. Это нехорошо, да. Вот. А у нас мы строим селение православное. У нас ни одного аборта, ни одного развода. А разводов сегодня 86,5% в первые три года. Вы зайдите на наш YouTube канал. Канал называется «Во свете Библии». Ему равных нету. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот зарядите. 19,5 тысяч роликов наших. Не, простите, но у меня мама верующая. У меня бабушка, царство небесное верующая. У меня все родители верующие. А я один такой достался от плавки. Ну, какой? Как звать-то тебя? Денис. Денис. Понимаешь, нет, Денис. Это Дионис. Я не поддаюсь этому. Я живу в своем принципе. Господь да благословит вас найти путь правильный. Тем более в верующей семье. Без Бога-то не до порога. Ничего нету. Я по другим принципам живу. Бессмысленная жизнь. Нет, почему нет. А какая? У меня есть... Как это какая? Смотрите. Я не трачу время на чтение чьих-то писаний там священных. Я не трачу время. Я смотрю более полезную, которая мне помогает в жизни там реализоваться. Это раз. Второе. У меня есть жена очень хорошая. Мысли там... Понимаете, я не трачу время на это. Это бессмысленно. То есть для временной плоти вы нашуете время, а для души бессмертной у вас нет минуты. Это неразумно. Будет суд Божий. Лермонтов писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Будет только, смотрите, будет суд, если я кого-то убью, прибью или ограблю. Вот это не будет. Нет, нет, нет. Не-не-не, червис сидят у вас в рабу. Так вы сами себе назначили суд. Суд есть за намерение. Господь говорит, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Ненавидящий брат, а есть человека-убийца. У вас конкурент, а вы думаете, что бы ему повылазило? Уже убийца. Ну, пускай судят меня. В стране, повторяю, 120 миллионов абортов за перестройку. А Вторая мировая война унесла во всем мире 55. И все в ад, получается, люди, правильно? Я не говорил это. Я говорю о том, что делается. А почему на войнах батюшки приходят и благословляют? Зачем? А зачем? Затем, что он Писание не знает. Лжец. Лжец? Да. Лжец. Самый настоящий. Смотря в миллионетры. Слушайте, Евангелие от Иоанна 12, 48. Говорится так. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. И когда я в 23 года получил в руки Библию первый раз, я понял, все мои знания языков, мои знания, что я это учусь там высоко, ничего не стоит. На суде Божьем будет Бог судить по книге. Поэтому я все связал книги, и 58 лет идут с этой книгой, страдая, делая дело Божие. По ней он будет судить. А относительно войны они благословляют. Когда Господь говорит, не убей. Враг голоден, накорми его, напои. Пускай лучше он тебя, вас убьет, да? А он не убьет. Знаете, за то, что я издал 38 томов книг, и среди них архипелагулок насчитал. Меня посадили, я прошел, 5 тюрем прошел, где убивали людей. И меня пальцем никто не тронул. А я живу там, где война, понимаете? И как бы тут не до Божьей веры какой-то и так далее. Я живу там, где людей каждый день убивают. Ну ладно, я вам сказал, чтобы вы знали. Если у вас будет желание узнать больше, по скайпу Игнатий Лапкин зарядите. Это на меня выйдете. Я один. А в Ютубе канал называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Там я отвечаю студентам. Я одновременно делал занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, воинских частях нашего края. И три радиопрограммы телевидения еженедельно. И одна программа онлайн. Я там отвечаю студентам на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса. Политика, экономика, социология, работа, семья. И притом отвечаю не сам. Что говорит Библия? Что говорят об этом вопросе святые отцы? Это триста томов. Что говорят каноны правила? Семьсот девятнадцать правил. И жития святых? Тысяча сто семьдесят три биографии. И что говорят поэты? Триста лет России за триста... Поэтам за триста лет. Двадцать тысяч павилов. Вы нигде больше этого не найдете. Посмотрю. Хорошо, спасибо. Игнатий Лапкин во свете Библии. Храни вас Господь. Еще раз, еще раз, посмотрите. Запишите. Мои книги видели в библиотеке Путина Владимира Владимировича. Можете еще раз... Во свете Библии свет. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это ютуб канал. А если вы сайт зарядите, сайт, сайт. Это через гугл зайти. Эти же самые слова во свете Библии. Там мои книги. Тридцать восемь в книжном варианте. И семь в компьютерной. Последние у меня четыре тома. По восемьсот страниц моих стихов. Из них восемьдесят слышат. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Сайт. Сайт. Он точно так же называется. А если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. Я вам дам ответы на все. Хорошо. Спасибо. Вам не надо будет тысячи книг ворочать. Я буду ссылаться на определенные книги, на все. На поэтов. Вы поэзию любите? Ну, так. Если я вам одно стихотворение бы рассказал, выслушайте. Давайте сейчас я посмотрю. Боже, поздно. Я спать собирался уже. Так. Ну, тогда сегодня у нас крещение. Мы сейчас в храм идем. Во славу Божию, Денис. Живи для Бога и слушайся, если родители верующие. А они тебе худого не пожелают. Верующие мы были все. Девяносто восемь процентов лауретов Нобелевской премии верующие. Хорошо. Спасибо большое. Аллилуйя. С Богом. До свидания.